22-й, 04-й, 2024-й, Высалия Амсовскина. Ну что, давайте подумаем, в какой ситуации после событий в Америке и решений Нижней Палаты Конгресса о выделении пакета денег в виде кредитов и прочих займов Украине и, прежде всего, себе любимым Соединенным Штатом на развитие своего военно-промышленного комплекса оказались граждане Украины, ну и в целом Украина, под руководством Зеленского, Ермака, Шмигаля, Слухнарода, Стофейчука или Стефанчука. Ну и Арахамии, там и всех остальных, да, Корниенко, там много всяких людей. Что же, как бы, вот происходит? То есть, ну, как бы, нужны ли вот эти деньги и оружие Украине? Ну, нужны потому как, почему? Потому что нечем воевать. То есть, если продолжать воевать, то они, как мы говорили, другие эксперты, другие лидеры государств мира, тот же Папа Римский, тот же Енсекретарь ООН, там, это огромнейшие фигуры, правильно? Это мега масштаба люди, правильно? Не то, что мы, как говорится, там, сермяжные. Ну, и тот же премьер-министр Венгрии Орбан, и тот же президент Словакии Пеллегрини, премьер Словакии, тот же этот, как он там, Фица, да? И многие президент Бразилии, вот, и Индонезии президент, и президент Южной Африки, это все же очень серьезные люди. Вот они все говорят, Мексики тот же, да? Все говорят, что Украине надо, ну, и опять-таки забыли же самого главного, Китай огромнейшую страну, да и Индия же тоже, что же самое. То есть, все вот такие огромнейшие, крупные страны с такими серьезными мегалидерами говорят, что Украине надо идти на перемирие, прекратить огонь. Вот Синдзипин свою формулу мира разработал, и говорит, что прекращайте огонь, ведите переговоры, а там будет видно. Во всяком случае, сохраните то, что имеете, плюс не будут уничтожать ваши города, не будет разрушений, не будут ваши люди гибнуть десятками тысяч, сотнями тысяч и прочее. Разве это ж плохо, правильно? Ну, все уже понимают, что никакого выхода ни на какие границы 91-го года не будет, правильно? Потому что это невозможно при таком вот нынешнем соотношении процессов. Ну, так, говорит, хотя бы будете иметь вот 83% территории, сохраните, которая под вами, и линию фронта, и будете потихоньку армию восстанавливать, и формировать как профессиональную, добровольную, контрактную, плюс будете как-никак там оружие какое-то производить, плюс еще все-таки будете при свете жить, при канализации, при еде, при продуктах. Ну, то есть, если электричество есть, то все остальное есть, правильно? Нам электричество пахать и сеять будет, правильно? Да, если нет электричества, то надо вернуться тогда в каменный век. Вот туда надо вернуться, может, Зеленский туда хочет с Ермаком, там вернуться, посмотреть, фильмы там какие-то будут снимать, там, может быть, кто его знает, надо им опыт, может, они в Голливуде что-то снимать будут. Вот такая как бы альтернативка. Поэтому все ждали, как же поступят, ну, и вот получилось, что ЦРУ болтало все-таки Джонсона и, видимо, Байден, и, видимо, Джонсон пришел к выводу, что лучше, так сказать, пусть летят пули, которые передадут в Украину, в Путина, чем гибнут американские мальчики. Так он откровенно высказался, в общем-то, да. Ну, и тогда давайте вот из этих позиций исходить. И там другие тоже сказали, и тот же Грэм, и тот же Конан, и Чак Шумер, они все говорят, что такое еще инвестиции, как сейчас, Америка для разрушения Российской Федерации, как она сейчас делает в Украине, она еще не имела. То есть она не видела, никогда не было такого государства, которое должно было с помощью их руководителей, готово пожертвовать всеми украинцами. Ну, вот, лишь бы американцы и другие давали деньги, чтобы подрывать Российскую Федерацию и бороться с Путиным, который является злом. Такого, говорит, еще у нас не было. Это вы, как говорится, первые, и вы для нас очень в этом плане ценные, вот, что вы решаете эти для нас задачи, для государств моря, для Великобритании, Соединенных Штатов, всегда для Великобритании, Соединенного Королевства, Россия всегда была врагом, еще начиная с Ивана IV, этого садиста, так называемого Грозного, всегда и дальше, 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 всегда Туманный Альбион давал деньги людей, чтобы уничтожать вот это образование, как главного конкурента. А тут, видите, и не надо и особенные деньги давать, и все, сам Зеленский это все сам делает, и сам еще во все двери стучит, дайте денег, чтобы лучше убивать нам этих гоблинов путинских. Ну и, в конце концов, вот ЦРУ, как выглядит, уже теперь понятно, объяснила с помощью метода кнута и пряника, Майкл Джонсон, аж лучше, все-таки ему лучше пойти на раскол республиканской партии в Нижней Палате, но зато он решит очень много своих задач, и вообще будет, вот он, у него все будет хорошо. Ну и Джонсон подумал, а почему нет? В самом деле, тут и сын в военно-морскую академию должен поступать, и еще много же у него боговноодетная семья и все прочее, тут много надо вопросов решать, тут же выборы идут, надо будет на своем округе деньги какие-то, чтобы переизбраться, поэтому подумал, ну, очень пойти так, пойду, думаю, рискну. Ну и вот поддержал, позвонил же он этому своему визави, который там у них возглавляет демпартию в этом, ну не демпартию, а меньшинство, фракцию возглавляет, демократической партии в Нижней Палате, по телефону он с ним пообщался, скоммуницировал, вот, и они хорошо скоммуницировали, и вся фракция демпартии в Нижней Палате поддержала эти законы Майка Джонсона, и проголосовала за то, чтобы дать Соединенным Штатам деньги для войны с Российской Федерацией по производству и поставке оружия в Украину, чтобы украинские граждане, благодаря Зеленскому, Сирскому и всем прочим, могли сложить свои головы на фронте в войне с Путиным и его кагибистским синдикатом. Вот такая получилась фабула. Я так понимаю, что все, очень много граждан Украины, очень рады этому, что теперь есть оружие, и они могут очень хорошо, с гидностью, загинуты на фронте за интересы транснациональных корпораций, за интересы Black Rocks и других американских, английских и прочих ростовщических, банковских, плутократических систем. Да, я так понимаю, что все очень этим довольны. Правильно, а зачем мир? Вот, лучше прекращение огня, лучше пойти и, так сказать, отдать жизнь. За то, что Зеленский подякует, за то, что он скажет, что вы молодцы, что вы отдали свое життя, ну, поховали вас на цвинтарь, вам не пощастило, ну, что сделаешь. А за то вот Зеленский молодец, он уже теперь и далее будет верховным керевником, вождем будет всей Украины. Ну, теперь же уже все, выборов же не было президентских, поэтому просто Зеленский стал автоматически вождем Украины. Вот, вождем всех, так сказать, еще живых украинцев. Их уже немного осталось, но еще есть, еще немножко где-то, миллионов 25 осталось еще, но ничего, нормально. Вот еще покерую, а еще меньше будет. Ну, а что делать? Надо же деньги американские отрабатывать. Как это называется в политэкономии, я вам попытаюсь объяснить. Это называется война, империалистическая война, межимпериалистическая, межимпериалистическая война, она по своему характеру абсолютно уже соответствует Первой мировой войне. Но это не первая была, это Первая мировая война 20 века, потому что в 19 веке была война, которую вел Наполеон и другие государства империи. А это в 20 веке, вот в 13, да, если не ошибаюсь, году началась вот Первая мировая война 20 века, как известно, и бились империи. Вот сейчас, фактически, в 21 веке началась тоже Первая межимпериалистическая война. Для Украины это уже не является национально-освободительной войной. Она стала тоже, то есть Украина теперь участвует как подручное орудие, даже не инструмент, а именно очень такое достаточно низкого низкого класса орудия для того, чтобы шла успешно межимпериалистическая война между союзом империалистических государств, это США, Великобритания и страны Европейского Союза в рамках НАТО с другим империалистическим субъектом Российской Федерации, который хочет восстановить свой имперский статус, свое статус-квон на Евразийском континенте. Ну, естественно, этот альянс других империалистических государств с этим не согласен. И вот подвернулась как раз Украина во главе с Зеленским Ермаком, Шмигалем и вот этими структурой, которая назвала себя партией служи народа, которая выполняет функцию, отдает народ, народ с радостью идет на это, чтобы быть пушечным мясом в этой межимпериалистической бойне. Украина может в этой бойне победить? Нет, не может, прямо давайте. Во-первых, не те руководители, во-вторых, они не имеют этой фарта победы ни Сирский, ни Зеленский, никого тут нету, вообще нет никого. Во-вторых, уже понятно, что никакой выхода на 90-е, границы 91-го года не будет, про это надо вообще пока забыть. Тут бы сохранить то, что есть, линию фронта, чтобы не потерять то, что еще есть города какие-то, чтобы они не захватили и Часов Яра, потом и Славянск, и Краматорск и так далее. Правильно? Вот, Луганская область захвачена, Мариуполь захвачена, это же все результат действий Зеленского, да, понимаете? Слуг народа, Зеленского, Шмигаля, Ермака, конечно же, да, Маркарова и тот же, она же там тоже была, да. То есть, вот это они все вместе так поработали, ну, тут же этот, который глава Нацбанка сегодня, там, как его любитель Паштета Юхи Гусинова, да, то есть, вот есть вот эта вот такая группа, там тот же Стефанчук, ну, то есть, их можно перечислять и перечислять, имя им известно какое, да, читали в Евангелии. Ну, вот смотрите, вот есть они, да, они, то есть, таким образом, в НАТО Украину взяли? Нет, не взяли. В Европейский Союз? Нет, вообще переговоров, вообще ни о чем речь. Может, ракеты дали, нет еще, но дадут, видимо, все-таки, а там сдадут, вот в рамках этих 60, почти одного миллиарда, потому как надо поднять ставки, то есть, они хотят, чтобы они уже поняли, что украинская армия готова нанести такие удары, которые серьезнейшим образом подорвут мощь вот этого их империалистического конкурента под названием Российская Федерация во главе с Путиным и его кагибистским синдикатом. И это, конечно, очень большие будут дивиденды для вот этого межимпериалистического Западного Союза, так называемого золотого миллиарда. И вот получается, что Украина, она как раз, ну, люди Украины, они должны эту функцию выполнять практически задаром, просто так, на шару. ну, потому как руководство такое, руководство, наверное, что-то от этого имеет, что имеете, что имеете, то имеем, да? Какой выход из этой ситуации? Ну, этих денег хватит на какой-то период времени, там, 7,8 миллиарда, которые в бюджет пойдут, это очень мало денег, потому что Украине уже даже это признала глава МВФ, болгарка, что надо где-то порядка 5 миллиардов больше даже евро. Долларов, как она сказала, ну, 5, короче, долларов, евро, это вообще одно и то же. Пока 5, но надо будет больше, потому что уже Украина вышла на первое место в мире по доле трат на оборону, на войну, на военные всякие инструменты в ВВП. Сегодня это 37%, это порядка 70 миллиардов долларов, ну, уже почти не осталось этого ВВП, там, что там того ВВП, там, где-то 120-130 миллиардов, и то только за счет того, что выплачивают похоронные и так называемые боевые тем, которые на фронте. Ну, за счет этого, так же, как и в РФ в Москве, то же самое, то есть, это так называемый штучный штучный как бы штучный ВВП, которого на самом деле нет, да, это взбатривание такое идет, насыщение каналов денежного обращения вот этой денежной бумажной массой, так называемые фиатные деньги, валюты, фиатные валюты называются, такая, суррогат придуманный, хитрый такой, для карнавальной массы, но она радуется этому, вот такая ситуация, то есть, фактически, сумели обработать этого Мишу Джонсона, и он пошел на это дело, но не устояло парень, мог бы подать в отставку, да и все, и не было бы проблем, он пошел на вот такой вариант, и сказал, что будет до ноября спикером, ну, понятное дело, сейчас сделаю вам видео, почему он так считает, вот такой бы я вам сделал материальчик, то есть, вывод какой, идет межимпериалистическая уже война, в полный рост, еще в нее не включился, но Китай, он на стороне Российской Федерации, то есть, тут тоже есть межимпериалистический союз, с одной стороны, это межимпериалистический союз золотого миллиарда, НАТО, Европейского Союза, США, Канада, Япония, и страны Европейского Союза, это одна межимпериалистическая коалиция, с другой стороны, есть Россия, как империалистический субъект, сублимация, хочет восстановить свою статус-кво, и она в союзе с Китаем, который тоже хочет вырасти в империю, и она с Ираном, который тоже хочет расширить свои, и перерасти в империю теократическую, ну и на подхвате у них, вот этот, их сателлит, два, это Северная Корея, этот собачек, любитель собачек, Ким Ченны, ну и этот, со справками Лукашенко, Беларусь, вот пока такой расклад, есть еще и Индия, она тоже не против, чтобы стать имперским центром, ну и другие, так сказать, сунниты, исламисты, которые тоже себя видят в каком-то имперском качестве, вот, вот, вот такая конфигурация, кто больше всего сейчас проигрывает и с собой жертвует, это, конечно, народ Украины, ну и государство Украины, его остатки, которые еще не уничтожены в результате этой страшной бойни. Естественно, что Российская Федерация, Украина ей наносит тяжелейшие удары, и сейчас придут оружие и такие деньги, и средства, и ракеты, которые нанесут тоже тяжелейший удар по Путину и его Российской Федерации. Вот такой бы я вам сделал небольшой анализ. Поэтому Украина уже не является каким-то субъектом, каким-то, как бы, маяком, каким-то для подражания, примером. Украину просто вот сейчас полностью превратили в орудие межимпериалистической войны Запада и Российской Федерации. Все. И Украина должна стать, отдать себя на этот, как жертва в этой тяжелейшей межимпериалистической войне. Вас это устраивает? Если, дорогие мои, вас это устраивает, ну, тогда надо дальше продолжать эту всю абсолютно античеловеческую, людоедскую модель по апофеозу уничтожения украинского национального славянского этноса. Я так полагаю. Может, я не прав. Тогда объясните мне. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова